Всем привет! Меня зовут Иван, компания Ariva. Сегодня мы хотим рассказать про одноосный прицеп на ресторно-амортизаторной подвеске марки МЗСА модели 817702.001 Defiz 05. Это одноосный прицеп с внутренним размером платформы 2,43 на 1,51 м. Это чисто размер платформы. Основными преимуществами данного прицепа является то, что прицеп у нас полностью оцинкован методом горячего оцинкования. Подвеска сделана немецкой фирмы AlcoCober. Здесь установлены две рессоры, два амортизатора масляных. Колеса прицепа у нас 13-го радиуса. На прицепе у нас установлена сцепная головка фирмы AlcoCober. В передней части у нас есть вилка, которая подсоединена ко всей электрике нашего прицепа. Вилка здесь семиконтактная, стандартная. Имеется держатель вилки на дышле прицепа. Есть страховочная цепь, которую нужно будет зацепить к парковку автомобиля. Дальше у нас на прицепе имеется мощное, усиленное V-образное дышло. Тоже полностью оцинкованное. Сделано оно из профильной трубы 40 на 80. Передний борт у нас откидывается. Достаточно простые и регулируемые замки. Очень надежные. Борт у нас обшит влагостойкой фанерой 9-миллиметровой. Пол прицепа сделан полностью из влагостойкой 9-миллиметровой фанерой. Причем шершавая часть она у нас находится в кузове прицепа, а гладкая часть фанеры. Она снизу под прицепом для того, чтобы грязь не прилипала. Как и все одноостные прицепы МЗС, у нас есть функция самосвала. Кузов прицепа у нас имеет по периметру 6 стоек. Борт прицепа сделан из листа гнутой оцинковки. В данной части бортов мы видим бабушки для крепления тента. Есть отражатели спереди и сзади на бортах. И видим среднюю стойку на прицепе. На крылее также установлен габаритный фонарь белого цвета. Всегда говорил то, что конструкция прицепа МЗС особенная. Прицеп имеет раму, шасси прицепа. К шасси прицепа у нас крепится рессора, к рессорам крепятся ось и амортизаторы. На заднем борту прицепа мы видим также бабушки для крепления тента. Петли борта отличаются от прицепов меньших размеров. Имеется задний фартук, на котором установлена светотехника. Значит здесь у нас поворотники, тормоза, габариты, красный треугольный отражатель. Здесь у нас будет установлен государственный регистрационный знак. А здесь у нас установлен задний противотуманный фонарь. Откидываем задний борт. Видим то, что он также обшит, как и передний влагостойка фанерой 9 мм. Видим специальные тросики. Тросики здесь установлены для того, чтобы при опрокидывании платформы задний борт у нас не становился вертикальное положение, тем самым не мешал нам до конца до земли откинуть платформу прицепа. По углам платформы здесь установлены четыре крепежные петли, которые позволят нам закрепить либо мототехнику, либо груз. Функция самосвала результ в следующем порядке. Мы отстегнем два рычага и открутим один барашек. И вот таким образом у нас откидывается платформа. На данный прицеп можно установить несколько видов дополнительного оборудования. Низкий тен с дугами, высокий тен с каркасом прямой формы, высокий тен с каркасом аэродинамической формы, также пластиковую крышку. Из опорных элементов можно в передней части установить опорное колесо, сзади установить опорную стойку. На дышлек прицепа можно установить кронштейн запаски и повесить запасное колесо. Сцепную головку можно будет оборудовать противогонным замочком и наконечником для защиты бампера. Итак, спасибо большое за внимание. Оставляйте комментарии под видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Более подробные технические характеристики на данный прицеп можно будет посмотреть по ссылке, указанной под видео. Пока!